Доброго дня Виталий! Привет! Доброго дня шановні глядячи! Сьогодні у нас буде дуже легка та мягка дегустація. Сьогодні у нас на обзорі Ванберг Лайт. Це чешське легеньке мягке пиво. Що ви можете рассказати про це пиво? Ну про конкретно про це пиво я уже нічого нового не скажу. Ванберг мы вже обсуждали. Кстати, я недавно пробовав чешський Конрад. То самое пиво, которое у нас называется Ванберг, в Чехии называется Конрад. И на самом деле мы пробовали в тот раз тёмный лежак. Сейчас мы пробуем Лайт. Я пил светлый лежак. Очень достойное пиво на самом деле. И немножко отличается от Ванберга. Ванберг всё-таки более, на мой взгляд, мягкое. А вот Конрад, оно хоть и тоже не сильно крепкое. Там градусов всего ничего. Но! Оно имеет хмелинку. Чего нету, допустим, в лежаке. Вот мы не ощущали. Возможно будет здесь. Потому что там тоже, по-моему, градусность была небольшая. Здесь, по-моему, 3,8, да? Так-так, алкоголь 3,8. Вот. Ну, на самом деле, такое пиво должно быть. Во-первых, это, ну, почти стандартное содержание алкоголя для лагеря. Во-вторых, хоть пиво это и алкогольный напиток, но всё-таки не каждому нужно достигать какого-то опьянения. Такая небольшая хмелинка в голове. И этого будет достаточно как для оператива, так и просто, допустим, для утоления жажды. То же самое подходит и для употребления пива просто так, с чем-то. То есть, чтобы в компании, в баре посидеть подольше, пообщаться с друзьями подольше. Крепкое пиво не обязательно. Это, скорее, такое для уединённого времяпрепровождения. А вот в компании лёгкое пиво самое то. Тем более, у нас сейчас в моде здоровый образ жизни. У нас вот всё, сигареты облегчаются, пиво облегчается, скоро и водка будет облегчаться, скорее всего. Хотя, опять же, вот мы вспоминаем, допустим, те же 90-е. И тогда все довольно много пили израильскую водку стопка, которая была 35 градусов. Теоретически это, конечно, не водка, но на ней было написано водка. Вот. Так что тут тоже вариант. Молодёжь, которая следит за своим здоровьем, будем считать, спортивная молодёжь, которая в основном пьёт, там, пепси, кола, фанта на какой-то праздник, почему бы не выпить пиво. И это пиво, 3,8 абортов, вполне в этом духе. Кстати, есть в Чехии, в Загалитке, понятие, вот, пресливье точнейшее. Там, где ларит пиво, там хорошее життя. Потому что, ну, как бы это же то, что мы с тобой говорили, это исторически сложилось. Потому что пиво, это был своего рода показатель достатка. А если я вернусь к той теории, которая рассказывала, что пиво было вообще двигателем прогресса всего человечества, то есть именно пиво, которое якобы искусственно, ну, не случайно придумали, оно толкнуло цивилизацию вообще к разумному, к разумной жизни, скажем так. Так что тут в Чехии, как всегда, сказали то, что известно всем давным-давно. Шановные глядачи, пишите в комментариях, какие вы знаете также пресливье, и чи вы знаете это пресливье. А мы будем продолжать. Что вы можете, взагалі, рассказать про компанию Вандер? Как я уже сказал, это компания, которая в Чехии называется Конрад. Это семейная компания, и она довольно давно на чешском рынке, но при этом она не столь известна, как все остальные. То есть она так или иначе осталась региональной. В данном случае Вандер – это представитель экспортной линейки их пива, потому что за границу они почему-то производят пиво под названием Вандер. Вот. Но, в целом, это, как мы уже не раз говорили, оно не может называться чешским пивом, но, тем не менее, варится оно именно в Чехии. И, на мой взгляд, оно не уступает таким знаменитым чешским сортам, как, допустим, Великополинский козел, Гамбринос. На мой взгляд, даже оно местами и лучше. Ну, без лиш поколений пивоварей, взагалі, в Андерах, они ретельно оберегают традиции и многовековые ценности чешского пива. И Марка получила право на использование географического положения, если, например, налягаются на баночки. Ну, не знаю, не знаю. Я как бы… С этим, вот я же говорю, есть какое-то двойственное. То есть, везде упоминается всего четыре марки пива. Но, как мы недавно выяснили, у Бакалара тоже есть это право. Так что, вполне возможно, что какие-то марки… Возможно, там есть несколько каких-то ступеней этого развития, чёрт его знает. Может, вот на высшей ступени стоят четыре марки, все остальные там чуть пониже стоят. Но, тем не менее, на мой взгляд, пиво не то, что на порядок лучше, но, по крайней мере, не хуже тех сортов, которые вообще признаны как чешские сорта пива. Ну, смотрите, ещё одно вопрос. Мне интересно, как вы так считаете, вообще легкое пиво – это какой-то новый тренд, или оно было уже много поколений назад? Ну, я скажу так, если уже говорить о пиве лёгком, мы с тобой обсуждали. Пиво в средние века пили вместо воды. То есть, оно не могло быть тяжёлым. То есть, там, скорее всего, было алкоголя ещё меньше, чем мы видим в этом лайке. Но данное направление пошло немножко по-другому. То есть, долгое время и в двадцатом веке пиво было в основном до четырёх и двух. То есть, это, в принципе, считается стандартный градус для лагера. Не выше четырёх и двух – это уже как бы был неправильный лагерь. Сейчас, вернее, не сейчас, а вот в начале двадцать первого века пошла тенденция к увеличению градуса. И мы сами тут замечали, у нас появились многие сорта, которые градусами пять, шесть и больше. Причём к нам, в Украину, это пришло, сравнительно, недавно, эта крепость. Но, как всегда, я считаю, что Украина просто отстаёт. Вот. И то, что в Европах было уже в начале, то есть, в двухтысячных годах где-то, к нам пришло вот уже в двадцатых годах. Сейчас в Европе, наоборот, пиво стало всё лёгкое. В основном, я имею в виду, именно масс-маркет. Мы это уже не раз отмечали, что нам продается пиво, которое по градусности очень слабенькое. По сравнению с тем, что пьём мы, допустим, на Украине. Но, при этом, есть и у нас, допустим, оболонь киевская, по-моему, самое слабое пиво в Украине, там, пункт 3.2. – Но водянистое, потому что… – Да, оно водянистое. В том-то и дело, что градусность не должна быть в ущерб качеству пива. Но здесь эти вещи взаимосвязаны. То есть, если мало градусов, значит, малая плотность пива. То есть, в районе десяточки где-то. А раз плотность слабая, то и, получается, вкусовые качества у пива как бы снижаются. Но, опять же, это можно исправить путём применения правильных саладов и правильных хмелей. То есть, если брать, допустим, базовый цвет пива и вот варить его плотностью десять и плотностью пятнадцать, разница будет существенная. Но, если там, где у тебя десять, взять более насыщенные солоды, если взять более интересные хмели, пиво получится интересное, вкусное, но при этом слабое. И вот по этому пути надо идти, а не по водянистости, вот как делают у нас. Ну да. Я пропоную начать дегустацию. Да я не буду спорить чуть-чуть. Друзья, пока мы открываем пиво, напишите в комментариях, чи подобается вам вообще этот пиво, чи вы считаете это трендом в Украине. И, кстати говоря, я принесла что-то пиво водянистое, оно довольно такой мутничок странненький почему-то в пиве, в принципе. Не должно было бы быть, но, возможно, здесь пиво все-таки с добавлением какого-то пшеничного солода. Тут, наверное, сейчас ничего не прочитаю. Не-не-не, тут немало. Да, если я просто его пуштовал, то мне не показалось, честно кажется. Это говорит о том, что берите другие ингредиенты и получится пиво легкое, ну, в смысле, слабоалкогольное, но при этом оно будет вкусное. Это самое важное, в принципе, в любой пищевой продукции, это вкус. Все остальное, на самом деле, дело десятое. Там прозрачность, цвет, как мы не раз уже видели, что цвет может быть водянистый, а по вкусу совсем другое. Делайте это, а не просто идите по пути наименьшего сопротивления. То есть сделали жидкое пиво и продали его, и сказали, что это же легкое. Ладно. Причем аромат у него довольно хороший. А он аромат лагера, но, по-моему, ощущается немного хмеля. Прям вот такой существенный. Я не скажу, что прям, как, допустим, какого-то там эля, но приятно. То есть именно как раз там ни по цвету, ни по прозрачности, ни по аромату оно не выглядит легким. Оно выглядит вполне нормальным пивом. И это хорошо. Это так и должно быть. Если еще во вкус есть какая-то горчинка хмелевая, вообще будет отлично. Хотя, в принципе, лагер ароматально не свойственно. Но, до речи, как шо не помиляюсь, была горчинка. Ща поднимусь. Пробуем. Да, и горчинка именно хмелевая, не солодовая. Это о чем и говорит. Пиво может иметь слабое количество алкоголя, но оно должно быть насыщенным вкусом, иметь ярко выраженный, как я говорю, характер. Пиво с характером, оно всегда интересное. Пиво без характера, это вот те самые водянистые помои, которые приходится надо пить. Вот. Я понимаю, кому-то надо именно это, то есть кому-то вот даже вот такая легкая горчинка уже мешает. Но это уже дело вкуса, на мой взгляд, это неправильный подход к пиву. То есть, если вам хочется чего-то такого лейтового, ну, пейте, блин, что-то другое, я не знаю. Пейте, пейте, пейте бермиксы. Ну, да. Нет, я понимаю, я тоже когда-то, то есть, был, когда начинал пить пиво, и вот такая горечь у меня бы не зашла. Я скажу даже больше, горечь в пиве начал ценить вообще сравнительно недавно. Так что не смотрите, что это такой, якобы, эксперт. Нет. К этому надо прийти. Звонить. Часно. Причем надо прийти и с годами, и с литражом. Тут такое. Так что после какого-то, видимо, черты, то есть пиво переливается уже в количественном эквиваленте. И вот тогда ты вдруг понимаешь, что тебе важно не количество выпитого пива, а вкус выпитого пива. Когда тебе достаточно будет выпить одну баночку пива, ну, чтобы ты получил максимальное удовольствие. То есть, на самом деле, мне кажется, до этого, как я сказал, нужно доходить, потому что я в жизни не так много выпил пива, но чему-то уже в эти годы, даже в нынешний час, начал также экспериментовать и, на самом деле, начал ценить очень много разных видов пива. Начал кушать много импортных и находил прямо суперские напои, которые прямо на планку выше, чем наши даже производители в Украине. Ну, потому что у нас зачастую употребление пива сводится к тому, чтобы выпить его так, чтобы вставило. Это можно получить двумя путями. Можно купить банку Sex Strong 10 оборотов, и выпил литровую банку, и тебе этого будет достаточно. Да, она там стоит под соточку, но тем не менее. Либо взять, допустим, 4 литра пива, там, допустим, Львовского или Янтаря, и ты выпиваешь 4 литра и достигаешь того же самого эффекта, грубо говоря. Хотя не факт. Да, кстати. Но тут, опять же, культура употребления пива. Как мы уже не раз говорили, в Европе пиво либо пьют вообще без закуски, либо с очень незначительной закуской, либо употребляют с пищей. То есть это как компот, грубо говоря. Первое, второе и компот. В Европе это первое, второе и пиво. А у нас принято все-таки пить пиво в несколько больших количествах, потому что те закуски, которые идут к пиву, они такие долгоиграющие. Это вяленый лещ, ты его разделываешь, ты его там чистишь, ты его рвешь, ты его ешь. Это все долго, и на это уходит достаточно много, большое количество пива. С одной банкой леща не съешь. Есть некоторые сложности. Поэтому, я просто говорю, культура употребления у нас постепенно меняется все-таки. Мы уходим от трехлитровиков и приходим все-таки к пинтовым банкам. Это, на мой взгляд, все-таки уже шаг вперед. Но пока что есть еще куда идти. Есть у нас к чему стремиться, скажем так. И вот такие сорта пива, кстати говоря, помогают преодолевать этот порог, уходя от количества к качеству. Я сейчас сказал, я говорю, лечь без пива, как рыба без акварин и без воды. Да, однозначно. Давайте дальше дегустувати, расскажите больше детально про это пиво. Начну с того, что оно просто вкусное. Оно чувствуется, несмотря на то, что плотность здесь должна быть небольшая, не зная, за счет чего это сделано. Но водянистым пивом, естественно, не чувствуется. Чувствуется довольно плотное тело, на удивление. И чувствуется хороший вкус и горечь хмеля. И какая-то, я бы сказал, сладкая нотка. Именно нотка, не оттенок вкуса даже, а именно нотка сладкая, солодовая. Пиво, мы пьем его холодным, то есть оно пьется хорошо, оно пьет кое при этом, но не ощущается именно вот как водянистость его. На мой взгляд, это хорошее. Постой, сравнивать, допустим, с оболонью киевским. Вообще даже... Немало. Нет, не то, что рядом на одной планете не находится даже. Это отличный вариант легкого пива, но при этом для того, чтобы почувствовать именно пиво, а не просто чем-то заполнить рот. Вот, я бы так. Я полностью с вами сгоден, я уже куштував, и видно у нас все-таки смаковины уже больше похожими. Да. Бо мне действительно очень понравилось. Хотя я тоже подавился сначала на алкоголь. И думаю, что, ну, возможно, ну, где водянист или еще какой-то, ну, взагалі ванберг. Вот мне сподобалось, и в них вот что лагерь, что лайт, что тенний. Вони все мают разные смаковые. Вот прям, ну, каждый вид достойный. Ну, вот мы, допустим, черный лизак пробовали ванберг. Она, на мой взгляд, тоже хорошее пиво. Причем именно в том плане, что это вот такой вообще у черных лагерах, темных лагерах, вот хороший вот такой компромисс. То есть между светлым и темным пивом. Когда ты небольшой любитель темного пива, но пьешь темный лагерь, и ты получаешь это удовольствие. И при этом как бы приобщаясь к этому темнику. Это такие первые маленькие шишки. Потому что потом ты будешь пить стаут и говоришь, ой, как вкусно. А вот это какая-то ерунда светлая. Так что все может быть. Скажи, Тоска, а что бы вы пить правилю целого пива по закусках? Ввиду того, что, несмотря на его легкость, в нем ощущается хмелинка. Я бы даже сказал, он по вкусу немножко похож на немецкие хели. То есть вот такая вот есть какая-то нотка. Я думаю, ему более нужна закуска с яркими вкусами. То есть в данном случае это возможно даже какие-то острые чипсы. Это возможно какие-то вот арахис в оболочке какой-то там. Специю васаби там, сырное все такое. Ну и мясные закуски. Мы никуда не уйдем от мясных закусок. Они тут заходят самое дело. Ну а вот если пить это, как я говорил, это пиво хорошее. Именно для компании пить его где-то в баре. Вот так за столом, с друзьями. То естественно это какие-то универсальные барные снеки. То есть какие-то действительно соленые орешки. Вот именно в оболочке. Это возможно вот кукуруза тоже. Она вот если бывает яркая. Вот жаль у нас в последнее время не полюет островую кукурузу. Она отлично зашла бы с этим пивом. Или джерки. Это вот то, что вяленое мясо тоже с яркими вкусами. Вполне. Да. Заводин-заводин. Что давайте такую заключительную уже? Да. Что мы можем сказать? Я скажу так. Во-первых, оно меня удивило. То есть я ждал чего-то совершенно легкого. Я стараюсь все-таки, если я что-то узнаю про пивоварню, я обычно стараюсь не вникать в какое-нибудь пиво. Потому что, ну чтобы быть невзятым, скажем так. То есть не искать описанные в описании там нотки, ромашки или еще какую-то фигню. Поэтому я удивлен, честно говоря. То есть по всем показателям от дизайна банки до информации на ней указанной шло к тому, что пиво будет абсолютно легкое и возможно даже неинтересное. Случилось все с точки зрения наоборот. Пиво, как мы видим, совершенно не выглядит водянистым. По вкусу оно отличается от любого легкого пива именно вот этой своей горчинкой и аромат. Я боюсь, что использовали какие-то, хоть там в основном в Чехии используют какие-то жатецкие хмель. Но я думаю, что здесь использовано еще что-то типа цитры. Потому что вот эта горчинка, она вот придана каким-то другим хмелям. Жатецкий хмель хороший хмель, но он не может этого дать, допустим, в лагерах. Так что как-то так. Интересное пиво я порекомендую всем и начинающим, чтобы сделать первый шаг к пониманию горечи пива, и к людям, которые уже познали пивное дзен, и пусть попробуют, развлекут себя чем-то. Я думаю, интересный опыт будет. Я очень с вами согласен и действительно говорю, что это пиво меня удивило. И вот реально вот оно, ну вот оно, если вы помните, мы пробовали также французский пивон. Да, слэш. Вот от него тоже я не ожидал такого. Но там, кстати, я жду, там вот был еще, мы тогда это отметили, что там именно обман. То есть ты наливаешь и даже не только по банке такой популической, скажем так, но и по виду пива. Вот оно неожиданно было. Здесь ты уже, когда налил в бокал, ты понимаешь, что что-то с этим пивом какая-то хитрость есть. Либо оно испортилось, либо оно должно быть совсем не таким каким-то ожидаешь. А там нет, там все-таки пиво было, по-моему, все-таки такое более-менее прозрачное, именно лагерное. А вот по вкусу оно было интересно, да, вот с вами, с вами даже немножко похоже. Виталя, я взагалі, вот мы любим з вами экспериментовать. Нет, давай так, не мы любим, а мне приходится испытывать эту любовь. Так, так. Я пропоную, есть такой коктейль, який смешивается с лимонадом. Не помню число назву, но сегодня я приготовил для нас лимонадик, легенькое пиво. И пропоную скуштувати его. Якщо не помиляйся, в составе едят 50 на 50. Я, кстати говоря, насчет смешения с лимонадом, я тоже что-то такое слышал, и тоже не помню название. По-моему, это было придумано то ли во Франции, то ли в Германии, то ли в Бельгии. Суть была то, что это пиво с лимонадом делали в барах для велосипедистов. То есть они, чтобы не пить чистое пиво, они вот заходили в бар и делали коктейль из лимонада и пива. И делали они до сих пор, скажем так. Я не знаю, то ли немцы по привычке добавляют пиво во всем, то ли просто кто-то один раз попробовал, и оно так и пошло. Вы мне, кстати, напомнили, я напомнил сразу, это действительно в Германии было придумано, устраивали чемпионаты по велосипедистам, и брали мюнхенское пиво. И, в общем, короче, когда проводился этот чемпионат, все, чтобы вталить жажду, поели пиво. И тогда получилось, насколько была большая количество велосипедистов, а пиво не хватало. И чтобы всех задовольнили, они придумали такой коктейль. Честно, не помню назву. Друзья, если вы знаете назву, пишите в комментариях, будем очень благодарны. А мы будем дегустировать. Хорошо, ладно. Так, говоришь, 50 на 50. Сейчас что придумаем? Надо уже обзаводиться какой-то лабораторной посудой. Ну, кстати, я думаю, что в дальнейшем приколе. Вот пиво самое посудие в ламберг, очень интересное, это пайк. Из лимонада, наверное, очень интересное. Ну, на самом деле, мы имеем эффект молока, то есть мы добавили лимонада. Плотность, по-моему, даже не уменьшилась, он такой мутичком таки осталась, довольно интересной. То есть на лимонад не похоже ни разу. Вот. По аромату. Ну, по аромату я не знаю, не ощущается теперь ничего, ни лимонада не чувствуется, ни пива не чувствуется. Ну, так, не знаю, надо пробовать. Пробуем. Пробуем. Хороший лимонад. Пиво перебил начисто. Пиво перебил начисто. Да. Ощущается именно лимонад. И в этом лимонаде ощущается вот эта хмелевая дырчинка, которая, естественно, стала значительно мягче и значительно незаметнее, скажем так. Но, в виде того, что у меня просто на рецепторах она еще осталась, и я об этом знаю, что там она должна быть. На мой взгляд, там есть немножко. И, на мой взгляд, похоже на что-то неслабо алкоголки, то есть на какой-то Радлер или на какой-то Бермикс. Составляющее пиво очень слабенькое, то есть почти не ощущается, ну 50 на 50, понятно дело. Можно просто из-за того, что пиво самое мягкое? Ну да, не, оно мягкое, но все равно вот горчинка, она должна была бы, как вот мы пробовали бакалар, допустим, с колой, там хмель прям кола не перебила, то есть хмель ощущался. Как мы делали молоко и пилснер, тоже там лица горчинка, и она ощущалась в молочном бактерии. Здесь все-таки лимонад хороший, видимо, он составил достойную конкуренцию в Амбергу в этом плане. И получился, ну да, получился, скорее всего, лимонадный, чем пивной, вот я бы так сказал. Значит, мы можем плюсик поставить у Минскому заводу лимонада. Да, я же говорю. Но справедливо и качи, мне тоже подобают. Ну, я не по лимонадам, я не могу сказать, где лучше, где хуже, но да, я же говорю. Они сделали лимонад, который достойно и сочетается с пивом, и достойно с ним конкурируют, скажем так, во вкусовых показателях. Так что да. Спасибо, Виталий, за наши эксперименты. Пожалуйста. Всем спасибо за дегустацию. Виталий, еще раз вам дякую. Всего хорошего. Виталий, всем спасибо. Спасибо, Виталий. Спасибо, Виталий. Спасибо, Виталий. Спасибо, Виталий.